Всем привет! Вы на канале Чем займемся? И сегодня мы снова в Арзамасе. Те, кто с нами давно, уже знают, что на нашем канале есть уже несколько видео об этом городе. И сегодня мы хотим показать очередную достопримечательность, которая на этот раз связана с печальным событием этого города. Сегодня 4 июня. Это непростой день для арзамасцев. 32 года назад, в 1988 году, здесь произошла страшная трагедия, в результате которой погиб 91 человек, и сотни человек пострадали. Мы находимся на том самом месте, где 32 года назад взорвались три вагона взрывчатки. Эта взрывчатка была промышленного назначения. Ее везли из Дзержинска в Казахстан через Арзамас. И около станции Арзамас-1 произошло несчастье. Этот мемориал изготовлен из кусков искореженного металла, как раз тех самых вагонов. Взрыв был настолько сильным, что он практически полностью разрушил вокзал и огромное количество домов вокруг этого вокзала. На месте этого страшного события был разбит сквер с мемориалом и часовенкой. Имена погибших высечены в граните. 17 человек были детьми. Помимо погибших, пострадало довольно много. В разных источниках цифра указана разная. Либо 800 человек, либо полторы тысячи. Я вот помню, мне было 6 лет, когда это произошло. Я в Нижнем Новгороде тогда жила. И я помню, как у меня родители это обсуждали. Конечно, на всю страну прогремел этот взрыв. Ну, причина нарушения техники безопасности при перевозке взрывчатых веществ. Ну, халатность по-другому. Нет, конечно, ходили, как обычно, слухи, истории о том, что это диверсия спецслужб иностранных, как это обычно бывает, когда мы пытаемся найти виноватых на другом конце планеты. Говорили, что были плохо уложены эти упаковки взрывчатых веществ. Неаккуратно транспортировались. И в совокупности все это сделало свое дело. Страшное. Мы сейчас съездим, снимем этот вокзал. Его отремонтировали, восстановили. Людей, которые здесь жили, их расселили в 11 микрорайон. Этот микрорайон специально построили для людей, которые потеряли дом при этой страшной катастрофе. Часовенку воздвигли в память о погибших с колоколом. Самоизоляцию еще не отменили. И мы выбрали время, когда здесь малолюдно. Ну, каких-то массовых мероприятий здесь так и так не проводилось. Потому что время такое у нас. Но, думаю, все равно какие-то официальные делегации приходили. Красивую корзинку, да, принесли? Это, наверное, от администрации. Многих, кстати, поранило. Вот просто вот элементарно стекла вот эти выдула в домах. Очень раненых много было по городу. Даже не здесь, не близко вообще. Там в радиусе сколько? Там 2 или 3 километра. Дома были очень плотные к железной дороге. Некоторые прям вообще вот там буквально нескольких метров. То есть там вообще ничего не осталось. Вагон вот с этим, с машинистом, он улетел на нескольких сот метров. Причем, что интересно, машинист, по-моему, живой остался. Просто вылетел куда-то там. Вовраг. А вагон нашли далеко от этого места. Совсем близко к этому месту. Просто как котлован образовался огромный. Да, 2 воронки огромные. В принципе, там, ну, 2 я точно не... Там дома были вот на этом месте. То есть люди вот приезжали, пытались там как-то пройти, посмотреть. Там уже смотреть не надо. Угу. Ну, родственники я имею в виду. Ну, понятно, да. Поняли, что это случилось. Что ж они цветы-то не успели к этому дню посадить-то? То есть это вот был частный сектор. В основном такие одноэтажные дома. Вот все вот эти вот их все тут разрушило. Поэтому уже переселили их-то в новостройки. Угу. В многоэтажки. Потому что я не знаю, там, насколько они рады этому были. Но... Сейчас время, когда взрыв произошел. Да, да, это часы, стрелки показывают время. Не, ну, часы-то не настоящие. Ну, просто символично. Символично. Да. Нет, это нереально. Часы тут уже потом... Ну, тут, видимо, вот время взрыва показано здесь. Это утро, вечер? Наверное, утро. Надо уточнить. Я смотрел фотографии, именно вот там прям взрыв был. Это видно. День, ну, светло было. Светло, да? Многие люди побежали туда смотреть, что там произошло. А тут бежали, а им навстречу люди отрававлены. О. Смотри, обшивки. Видишь, какие? Осколки. Да. Видишь, скульптор использовал рельсы погнутые и куски обшивки этих вагонов. Ну, пойдемте еще снимем этот вокзал. Вокзал восстановили, как я поняла, в том же виде, потому что, судя по всему, здание историческое. Подъехали, остановились мы к этому вокзалу. Арзамас-1 станция называется. Сейчас он опять на ремонте, обнесен забором. Мы были в прошлом году здесь. Тогда здесь не было этого ремонта. Были внутри действительно красивые здания. И я... Субтитры создавал DimaTorzok